Снова всем привет, с вами как всегда компания Термостар, меня зовут Валентин и сегодня у нас обзор очередной котельной частного дома общей площадью 270 метров квадратных Сам дом у нас трехэтажный, котельная получилась очень интересная, очень компактная Здесь есть на что посмотреть, есть чему поучиться Данную котельную собирала не наша компания, мы всего лишь участвовали в организации автоматизации зонального контроля температур Тем не менее, поговорили с ребятами и они были не против для того, чтобы мы показали то, как работает эта котельная Каким образом она организована, ну давайте приступим непосредственно к делу Итак, вот как выглядит вся наша котельная Котельная организована на газовом котле от компании Мергаз с мощностью в 32 кВт Сама котельная находится вот в таком узком помещении Входная дверь у нас стеклянная, вот здесь Так требуют нормы Чуть-чуть дальше находится у нас бойлер косвенного нагрева дразлича объемом 200 литров Ну и в том углу, в дальнем вы видите, находится серверный шкаф То есть котельная у нас совмещена вместе с серверной в одном помещении Газовый котел у нас со встроенным трехходовым клапаном Трубы из полипропилена И сам газовый котел работает на вот такой вот интересный коллектор Это сборный коллектор с гидрострелочкой, если я не ошибаюсь, от компании Amity Мощность этого коллектора порядка 35 кВт То есть нас это вполне устраивало Все работает шикарно Гидрострелочка вот такая вот маленькая Здесь стоит воздухоотводчик автоматический И вот непосредственно сам наш сборный коллектор из четырех составных частей Это у нас группа прямого нагрева на подвал, радиаторы подвала Радиаторы второго этажа, радиаторы первого этажа И смесительный узел теплого пола Вот так вот он здесь организован При помощи термоголовки Стоит температура 50 градусов Потому как теплые полы находятся на разных этажах В санузлах в основном и у входа в дом Несмотря на то, что установленная температура на теплые полы 50 градусов По факту температура подающего теплоносителя составляет 38 Почему так происходит? Да потому что происходит подмес с обратной линии теплых полов И в реальности вот такие смесительные узлы на двухходовых клапанах Имеют определенного рода погрешность Это нужно учитывать Сейчас котел у нас находится в работе Работает очень тихо Поддерживает температуру 60 градусов И работает на минимальном пламени Сама же температура у нас установлена 55 Потому что на улице достаточно тепло Но так работают конденсационные котлы У них есть дельта в 5 градусов Которые они могут себе позволить превысить Для того, чтобы удерживать пламя Всегда на минимальном уровне Это нужно обращаться к логике работы котла Температура после гидрострелки у нас Посмотрите 51 градус На втором контуре у нас 48 Здесь у нас 50 И на теплые полы уходит 40 Вот так вот Также здесь у нас организована система Зонального контроля температур Которую мы помогали осуществить Работает сейчас зона 3 и 4 Несколько автоматов для того, чтобы можно было Отключить насосы на случай обслуживания И соответственно Таймер времени для насоса рециркуляции Еще раз покажу с другой стороны Как все это выглядит Красиво и без лишних слов Теперь давайте посмотрим Как обвязан бойлер косвенного нагрева Вот так у нас Ввод воды холодный Сделан Здесь у нас находится редуктор давления Обводной байпас вокруг фильтра На случай необходимости его обслуживания Поставили еще ребята здесь 100 микронный фильтр Для того, чтобы вот этот большой фильтр Не так быстро забивался После фильтра у нас также стоит Манометр Для того, чтобы можно было отслеживать Насколько сильно забился Фильтр очистки воды Дальше Отойду подальше Чтобы вам показать Как это все выглядит Со стороны Итак Видите у нас стоит насос рециркуляции От компании Вело Бойлер находится у нас Бойлер обвязан Тоже полипропиленом Имеет всего лишь один змеевик Этого вполне достаточно для этой котельной И расширительный бачок Соответственно Для того, чтобы компенсировать Тепловое расширение воды в бойлере Здесь тоже поставили манометр Вместо краника на расширительный бак Ставится вот такой специальный обратный клапан Который позволяет нам Выкрутить расширительный бачок При этом клапан закрывается И нет необходимости Ставить колпачковый кран То есть Если нужно обслужить Просто взяли Выкрутили расширительный бак Поменяли Обслужили Проверили давление Закрутили обратно И ничего не течет Ничего не капает Здесь у нас Вот так вот Канализационный выход есть На случай Необходимости обслуживания бойлера Трапа, к сожалению, ребята не вывели Но, судя по всему, не посчитали нужным Здесь у нас Шестиатмосферный сбросной клапан На входе холодной воды Краник Для того, чтобы можно было Слить воду с бойлера Соответственно Здесь находится у нас Вход в змеевик Автоматический воздухоотводчик На обратке Змеевика Стоит фильтр грубой очистки Ну и запорные краны НТС датчик Считывать температуру с бойлера Также В бойлере имеется ТЭН Для того, чтобы иметь возможность В случае аварии Подогревать горячую воду Электричеством Ну и напоследок Покажу вам несколько общих планов Для того, чтобы вы смогли оценить Насколько аккуратно И красиво собрана Эта котельная Котельная находится в работе Вот уже два месяца И показала себя С очень хорошей стороны Благодаря зональному контролю Система работает очень экономично И комфортно в эксплуатации Но благодаря Грамотному подходу монтажников К организации системы отопления И сборке котельной Она получилась не только надежной Но еще и очень красивой И достаточно простой в эксплуатации Вот вы видите перед собой На каждом из этажей Установлен комнатный термостат При помощи которого Можно контролировать температуру Непосредственно на всем этаже Как видите Сейчас на первом этаже Температура 23 градуса Давайте поднимемся на второй этаж И посмотрим Какая же температура Находится на втором этаже Как видите На втором этаже Температура также составляет 23 градуса Цельсия Управлять термостатом Очень просто Для этого необходимо Нажать кнопочку Температуры И при помощи колесика Установить желаемое значение Ну а вот вы видите перед собой Как были установлены радиаторы Подключение радиаторов У нас диагональное На это место в дальнейшем Будет установлена термоголовка Для того чтобы она смотрела в сторону Потому как по заверениям производителя Термоголовка в таком режиме Будет работать более корректно Сама система собрана на металлопластике Все что в стенах Было соединено при помощи Обжимного пресс фитинга Ну а на этом у меня все С вами как всегда компания термостар Подписывайтесь на наш канал Ставьте лайки Комментируйте Всего доброго И до новых встреч Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok